Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И в новом выпуске укулеле-разборов я научу тебе играть простецкую, но красивую при этом мелодию. Она популярна из одной известной PlayStation-ской игры. Last of Us. Кто слышал, кто играл, напишите мне в комментариях. Но обо всём по порядку. Бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как она у тебя будет выглядеть. Субтитры сделал DimaTorzok Разбор на укулеле Для начала давайте объясню по левой и по правой руке. Начнём с правой. От начала до конца играется с одним ритмическим рисунком и с одними дёрганьями струн, скажем так. Мы в основном будем играть четвёртая струна, вторая и первая. То есть 4, 2, 1. Вот этот вот рисунок и в начале, и в конце, как я уже сказала ранее. И тут есть несколько вариантов, как вы можете играть, какими пальцами. Можете играть большим пальчиком четвёртую струну, далее указательным пальчиком вторую струну, средним пальчиком первую струну. То есть получается, играем такими фиксиками. Это первый вариант. Очень удобно, очень практично. Я играю сама таким. Или же вариант, когда вы берёте такую классическую постановку, как будто играли перебор. Тема довольно-таки интересная. Кто до этого не играл перебор, может посмотреть видео, я там подробно всё объясняю. В этой же технике у нас также сохраняется большой пальчик. Но теперь за вторую струну отвечает средний палец, а за первую струну безымянный. Первый вариант. Второй вариант. Кстати, вы заметили, какой у меня чудесный маникюрчик по цвету укулельки. Это касаемо правой руки. В левой же руке нам важно знать нумерацию ладов, где что будем зажимать. Чтобы быстро это всё сориентироваться по ходу, давайте вам дам небольшой лайфхак. Смотрите, первая точка ставится у нас с вами на пятом ладу, вторая точка у нас ставится на седьмом ладу, далее у нас на десятом ладу и на двенадцатом ладу. Другие модельки бывают и после двенадцатого ставят маркировку, но это самые основные. Точки могут быть сбоку пронумерованы, может и не быть. Поэтому смотрите, всё очень логично. Если вам нужно зажать, например, девятый лад, вам не нужно считать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Найдите самую ближайшую точку к этому девятому ладу. Допустим, это десятый лад, то есть мы, чтобы сыграть девятый лад, делаем десять минус один равно девятый лад. И так далее. Например, вам нужно восьмой лад сыграть, то есть самая ближайшая точка к восьмому ладу, седьмой лад. Бамс, вот восьмой лад. Практикуйтесь, это вам поможет сыграть не только вот эту композицию, но вообще в будущем это пригодится. Друзья, у меня для вас радостная новость, что до сих пор не слышала, не знала. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку, хотя это не просто укулеле, это акулеле, потому что тут типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Разбор на укулеле. Теперь по самой мелодии. Она написана в виде таб. Кто умеет у нас играть по табам, поздравляю, вам уже не нужно ничего учить. Кто до этого никогда не играл, можете посмотреть идеальный видос про табы. Но тут, в принципе, вам просто нужно смотреть, какие цифры написаны на четвертой струне. Вторая и первая струны у нас всегда одинаковые, ноль, то есть ничего не зажимаем, играем их открытыми. А что на четвертой струне зажимаем? Смотрите по цифркам. Цифрыки это лады. Соответственно, если вам нужно зажать пятый лад, вы помните, что первая точка это пятый лад. Пожалуйста, зажимайте его. Композиция начинается со вступления. Тут все очень удобно играется на пятом ладу, но про себя легче посчитать два по четыре. То есть вы играете раз, два, три, четыре, и потом еще раз. Раз, два, три, четыре. Вот, и потом пошла первая часть. Очень удобно делать так, чтобы у вас не было... Похоже, кстати, на лунную сонату Бетховена. А играйте более выразительно четвертую струну, то есть ее прям вот хорошо ярко сыграйте, но не сильно вырывайте. Первую и вторую струну мягенько, потому что она у нас от начала до конца играет, и если вы будете постоянно выделять эти струны, ну, она неинтересно звучит. Поэтому, чтобы было какое-то разнообразие, сразу же привыкните играть четвертую струну поярче. Далее пошла у нас с вами первая часть. Первая часть, первая строчка. Мы с вами играем некий ход. То есть мы играем пятый лад, второй, седьмой. Седьмой это вторая точка, да? Седьмой. Четвертый. И четыре раза пятый лад. Раз, два, три, четыре. Если у вас момент, где вы играете один и тот же лад несколько раз, считайте, пожалуйста, про себя, потому что тут все очень выверено, все структурировано. Не переиграйте и не до-доиграйте. Давайте еще раз эту строчку. Раз. Вторая строчка. Начало такое же, но концовочка у нас играется четыре раза подряд. Девятый лад. Помните про девятый лад, как я его быстро нашла, от десятого лада, да? То есть играем. Давайте соберем эти две строчки. Пятый, второй, седьмой, четвёртый, пятый. Пару лайфхаков, которые я могу вам ещё дать. Я играю всё средним пальчиком, это намного удобнее. И я не отлепляю от каждого лада струну, то есть я как бы скольжу, что тут сыграла, потом пам-пам-пам. То есть такое плавное передвижение, чем я бы играла. Неудобно. Вы видите, даже давайте амплитудно покажу. Вот так вот, пожалуйста, не играйте сверху. Старайтесь идти плавно по струне. Это касаемо каждой строчки, которая тут написана. Третья строчка дублируется, как и первая, то есть пять, два, семь, четыре, пять. И последняя, четвёртая строчка в первой части играется с интересным ходом. Играем восьмой лад, затем седьмой, пятый, второй, затем все открытые струны. Далее опять на втором ладу четыре раза подряд. И вот пятый, как бы, если мы хотим сыграть, мы не будем играть полностью, мы сыграем только двойку. То есть раз, два, три, четыре, пять. Это как бы заканчивается первая часть. В принципе, если у вас уже много этой информации, если вы только недавно начали играть, этого вам достаточно, то есть вступление и первая часть. Давайте соберём ещё раз, что получается. А теперь полностью вступление и первая часть. Разбор на укулеле. Кому это мало, идём дальше на вторую часть. Вторая часть у нас начинается с девятого лада. И давайте сразу скажу, какой там будет ход. То есть мы играем девятый лад один раз. И далее с двенадцатого по девятый включительно мы будем играть по четыре раза каждый лад. То есть двенадцатый лад четыре раза. Да, двенадцатый лад очень коварный, поэтому может получиться, что у вас он не так ярко звучит. Это нормально. То есть двенадцатый лад. Одиннадцатый. Десятый. Девятый. То есть всё очень удобно. То есть в самом начале играем девятый лад один раз. И пошло. И вот эти строчки повторим ещё раз. Далее у нас с вами идёт четыре раза седьмой лад. Дальше ход пять, четыре, два, ноль. Давайте ещё раз эти два такта. И дальше восемь раз повторяется четвёртый лад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Этот момент можно тут запутаться, поэтому давайте-ка ещё раз то, что у нас получается. Возвращаемся на пятый лад, играем пять. И дальше доигрываем пять раз, второй лад и в конце заканчиваем просто двоечкой. То есть как бы на шесть мы заканчиваем двоечкой. В принципе, если сейчас вы смотрите на схемку, там более-менее понятно. Раз, два, три, четыре, пять. Была какая-то завершённость и логичность. Вы можете сыграть замедляя каждый раз, когда вы играете этот второй лад. То есть в самом начале первого вот эта двоечка у вас была быстрой. И с каждым разом замедляем. Давайте ещё раз этот момент с седьмого лада и до конца. Ну а теперь полностью вторая часть. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Ну а теперь, чтобы у вас не осталось вопросов, как же это выглядит в общей сложности, давайте от начала до конца соберём. ПОДПИШИСЬ! 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 Чё сыграл-то? Выбь твою мать подожмал.